Микс Ньюз Каждую среду в полдень на радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Любывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья У нас сегодня в гостях органистка Лариса Тарькова Добрый день, Лариса Здравствуйте И Лариса расскажет о своих предстоящих концертах А также и поделить своими впечатлениями Как она сейчас сказала О большом музыкальном призе И, конечно, поговорим о фестивале в Домском соборе И о других культурных событиях этой недели Лариса Тарькова уже однажды была в нашей студии Ее голос даже есть в нашей заставке Когда она говорит попасть на эту до Я так понимаю, что вы говорили, наверное, про орган в уголы Нет? Возможно Да, потому что действительно Это один из самых интересных органов в Латвии И он в прекрасном состоянии Орган 1700 года И его реставрируют и поддерживают В хорошем состоянии Янец Калнич Он и пастор, и органный мастер Прекрасный человек И вот Лариса как раз об этом органе рассказывала На одной из наших передач Кстати, Лариса Почему выбор стал на орган? То есть все начинают, конечно, с фортепиано И, наверное, также уже Вы на органе когда первый раз начали играть? В академии В академии Только в академии, да На каком курсе? На первом История, в принципе, достаточно длинная Потому что, когда я была подростком Мы всей семьей работали на восстановлении церкви В моем родном городе католической И там была органистка, естественно Но органа пока не было Он только сейчас недавно появился И у моей бабушки была такая идея Фикс, что мне надо обязательно на орган Обязательно А шарный город это какой? Самый старый город Латвии Лудза Да, он старше Риги И идея была такая Но я в то время училась на пианино, естественно Как и все музыкальные школы ходила И жутко боялась Но как-то так Органистка сказала Да, надо хорошо читать листа Но кто в музыкальной школе Хорошо читает листа Никто В общем, нет, страшно, не буду Ладно, хорошо И тогда, когда я уже доросла до академии На первом курсе У всех пианистов есть родственные инструменты Которые мы изучаем Полгода мы изучаем клавесин Полгода мы изучаем орган Ну, поскольку первые полгода с клавесином У меня как-то очень так сложно пошло А вторые полгода с органом Я поняла, да, что мне очень нравится Мне нравится звук Мне нравится музыка Тем более, в основном играется Именно бах, который мой любимый Ну, начиная в основном с баха И баха это наше все Наше все, да, альфа и омега И поскольку это один из моих любимых композиторов Совершенно логично, что мне орган очень понравился И да, и так вот я переквалифицировалась постепенно в организме У кого вы учились в академии? В академии я закончила бакалавриат у Юрия Сожевикова как пианистка И после этого поступила, да, сразу на магистра К профессору Декснису Вообще, это, мне кажется, мой учитель всей моей жизни И я ему безмерно благодарна за то, что он в меня поверил И взял к себе в класс И отучилась и на магистратуре, и на бакалавриате, и в Риге И побывала, в принципе, у всех наших педагогов Поскольку у нас разные дисциплины были И соло-органы, и камерное музицирование В общем, я побывала у всех наших профессоров И могу, честно сказать, положа руку на сердце У нас в Риге самые лучшие профессора, по моему мнению И потом была возможность съездить по обмену В рамках программы Erasmus в Штутгарт А вот сейчас дойдем То есть помимо того, что у вас профессор Декснис Вел соло-орган, да То есть я так понимаю, что другие профессора Великие другие предметы Какие? Да, Лариса Булова вела у меня камерный ансамбль Вид аккаунт, символитургическую игру И методику органов преподавания Аты-степенч-импровизацию И Кристина Дамайта и Илзы Рейна В то время еще пока не работали в академии Но если бы они работали, то они явно бы тоже А Илзы Рейна сейчас тоже работает уже в академии? Да, насколько я понимаю Она ведет курс импровизации Поскольку она сама не только замечательная органистка Она прекрасный импровизатор и композитор И, насколько я знаю, она действительно ездила в Штутгарт К Юргену Эслу смотреть и практиковаться Именно в процессе, как обучать людей импровизации Поскольку имеется определенная методика Которая у нас в Латвии не особо была развита Но сейчас уже начинает активно развиваться Поскольку научить импровизировать можно Абсолютно любого человека Я это в Штутгарте видела Ты начинаешь с двух нот, а в конце ты играешь уже Просто импровизации в стиле мессиана Без проблем абсолютно И это со стороны воспринимается Как готовое произведение Что для нас, конечно, для меня Конкретно был такой прям культурный шок Как это так можно? Но всего можно добиться, если есть правильная методика И упорный труд, когда ты сам, естественно, вкладываешь Свои усилия и время И занимаешься, естественно То есть, получается, вы окончили сначала как пианистка три года И потом уже в магистратуре обучались органному ремеслу Да Сразу начались концерты Или все-таки подождали до окончания? Кстати, органисты, наверное, тем и счастливы Что концерты начинаются сразу Конечно, самое первое, что у тебя есть Это тебя, как только поняли, что ты научился играть более-менее И немножко литургии понимаешь Первое, что ты делаешь, это замещаешь органистов на службах И служба у нас так построена, что во время причастия Есть такой момент, когда органист сопровождает Играет так называемый музыкальный фон И это возможность как раз-таки обыгрывать свои пьесы И мне повезло, что когда я первым Первом году еще нет, когда я факультативно училась Но когда я его факультативно училась На втором году органа, мой преподаватель Лила Таузова Очень в меня поверила, очень меня продвигала И в ее церкви я постоянно во время причастия Обыгрывала свои пьесочки, которые я уже умела играть Да, это в какой церкви? Это в церкви Святого Мартина, где сейчас органист Калиена Андретта Каунтема Это там Там стоит валькер двух мануалов, очень хороший орган Сейчас его, я так понимаю, реставрируют, улучшают Замечательно, мне очень нравилось И да, в принципе, я так счастлива, что у меня действительно Меня сопровождали всегда очень хорошие педагоги, которые в меня верили Это очень важно, потому что если в тебя не верят, то вряд ли с тебя что-то получится А вы, значит, отучились два года или сколько в магистратуре и поехали в Штутгарт по Иразмусу по обмену? Я два года в магистратуре и потом я поступила бы на бакалавр еще два года учиться Я поступила в середину бакалавра Да, да, потому что там были дисциплины, которые в магистратуре не были И плюс еще дополнительные года под руководством профессора Это просто замечательно И как раз-таки заканчивая бакалавр, на последние полгода я поехала в Штутгарт Удивительное дело, то есть обычно люди сначала в бакалавре учатся, потом в магистратуре У меня все не как у людей У вас все удивительно, да Ну и, кстати, Лариса училась у потрясающих педагогов Это Людгер Ломан является, наверное, одним из самых сильных педагогов в Европе И органист, и концертирующий органист И воспитал целую плеяду талантливых, выдающихся органистов, которые известны в наше время И не менее талантливый педагог Лауквик, к сожалению, имя я не помню Йон Йон Лауквик Но это уже клавесин Ну а, кстати, как-то вы так отмели клавесин в академии, а все-таки решили вернуться к клавесину уже в Штутгарте Это вообще интересный вопрос, потому что когда я приехала в Штутгарт, у меня была конкретная цель Я в Штутгарт, это вообще, можно назвать, мекка органистов, которые хотят изучить Да, это самое лучшее Да, это потрясающее количество разного стиля органов Клавесинов, клавихордов, хаммерклавиров и всего тому подобное Это просто рай для органистов И поэтому я поехала с конкретной целью изучать именно Баха Потому что в Латвии у нас в основном везде романтический план органы И как бы ты ни читала литературу, все-таки надо прикоснуться к настоящему, к источнику И да, поехала я с такой целью И была возможность взять дополнительно еще один предмет Что я и сделала у Йоанна Лауквика, именно клавесин Но он еще преподал, конечно же, и органу Поскольку у меня профиль органа был у Лаумана, так я пошла к Лауквику на клавесин И первый культурный шок я испытала, зайдя в класс Там стояло 12 инструментов У нас в академии сейчас уже два, мне кажется, если я не ошибаюсь До этого, когда я училась, у нас был один зеленый на все случаи жизни А там французского стиля, английского стиля Хаммер, клавир Потом клавихор такой, клавихор секой В итоге, исходя из того, что ты играешь Какого композитора и какого периода пьесы Ты садишься к конкретному инструменту А не так, что мы все на одном играем Да, для меня это, конечно, было откровение Я просто говорю, а можно попробовать все подряд, что здесь есть Он говорит, а вы что, первый раз такое видите? Я говорю, да, действительно, первый раз в жизни То же самое происходит и, допустим, уроки по органу Профессор смотрит, что ты ему принес на данный урок И, соответственно, мы идем в соответствующий класс Либо это копия бахровского органа Либо это французский орган классического стиля Либо это симфонический орган Либо это немецкий романтизм Либо это еще что-то другое И это, конечно же, накладывает отпечаток на проведение урока Ты лучше понимаешь стилистику Ты понимаешь, почему именно так надо фразировку делать И артикуляцию Почему именно так? Потому что инструмент себе иначе не позволяет Просто-напросто Еще что очень мне понравилось в Штутгарте То, что каждое лето происходит профилактика органов, клавесинов И всех инструментов И это делают студенты Под руководством Да, есть Оргель Баукунде Профессор, который это ведет Он собирает летний лагерь И все студенты в обязательном порядке должны участвовать Они там делятся по неделям И они чистят, ремонтируют, делают все, что надо Это замечательно Потому что очень часто бывает так Что ты используешь инструмент Но не совсем представляешь, что внутри творится И даже если что-то случилось, ты не можешь починить А они элементарные вещи могут Но это потрясающе Это то, что вот обязательно нам тоже надо как-то внедрить Да Ну, а вот, кстати, вы ехали изучать Баха Так и изучали целый год Баха Или все-таки еще и романтику захватили? Ну, я туда, в принципе, как мы все в Латвии очень-очень такие занятые бегаем Я туда ехала подготовить свою дипломную программу И там было реально возможно заниматься по 6 часов в день Да, то есть наличие классов Да Конечно, там есть система, что ты по 2 часа в каждом классе сидишь Но если ты очень умно планируешь время и знаешь, когда записываться в нужный момент То ты можешь набрать 6 часов И никто тебя не выгоняет Ты можешь всю ночь играть Ты даже ночью можешь попасть в органный зал Самый большой, играть там И я там готовила свою дипломную программу Где, конечно, был не только Бах Там была и романтика, и современная музыка И премьера Ринаты Стиверни произведений была Так что разноплановая программа И я очень рада, что профессор со мной работал не только над этой программой Но, в принципе, все, что я ему несла, над всем работал Так что это был вопрос моего выбора Что я хочу показать Поскольку Лома настолько интересный педагог И с интересным видением Обоснованным причем Он на все На каждую свою идею У него есть обоснование И музыкально-историческое И в гармоническом плане И в эстетическом плане Ну, в общем, мне очень нравилось у него учиться И действительно советую Всем, если есть возможность Он сейчас в последнее время все реже преподает Но если вдруг, обязательно К нему попасть Обязательно к нему попасть Потому что все-таки действительно раскрывает уши Раскрывает глаза И раскрывает мозг Для восприятия других деменций Все-таки, да Вот такой вопрос Когда я училась в Московской консерватории То мы постоянно ходили в театры, на концерты Как с этим стоят дела здесь, в Академии, в Штутгарте Есть ли такое, что не только репетиции Но и после занятий вечером пойти на концерт Или пойти в оперу Смотреть балет Сейчас вопрос был насчет Германии Или насчет Латвии Я спросила и Латвии, и Германии Ну, когда я училась, мы ходили Да, я помню конкретно про себя Если рассказывать, уже начиная с колледжа Я постоянно каждый вечер сидела на каких-то концертах Не важно, кто там играл Просто ходила и сидела Потому что это очень важно Видеть, как другие выступают И на чужих ошибках мы учимся, естественно И на чужих успехах мы тоже учимся В Академии тоже заседатель всех концертов И в оперу, помню, за 50 Тогда еще были Латы и Сантим И за 50 Сантим ты мог купить стоячее место Одной билет, да Да, там где-то на галерке стоять И иногда есть там где-то свободное место Ты мог, конечно, пройтись, есть, посидеть Но, в принципе, такого не бывало Абсолютно не проблема Потому что у тебя глаза большие Ты попал в оперу Неважно, стоишь ты там, сидишь, лежишь Ты просто слушаешь, наслаждаешься искусством Это просто замечательно В Штутгарте, я помню, мы организовывали Специальную поездку На студенты ехали на концерт Где-то 2 часа мы ехали до этого концерта И что меня очень удивило Что небольшой такой городочек Прекрасная церковь Орган просто в замечательном состоянии Большой, красивый И там наш профессор играл концерт И полная церковь народу пришла Билеты такие достаточно дорогие были Нам, как студентам, по скидке дали И что меня особенно поразило Что после концерта Публика выходила из церкви И активно обсуждала программу концерта Интерпретацию Потому что они слышали эти произведения В интерпретации разных органистов И это не был какой-то там музыкальный Свет, музыкальное общество Нет, это простые люди были И они действительно рассуждали о том Что им больше понравилось Конкретной интерпретации А вот органистер говорил так Да, вот ты представляешь А там была такая артикуляция А здесь такой выбор регистров Я была в шоке Это же такой культурный Высокий уровень Подумал, вот если бы у нас так сделать И вот тогда родились идеи Латгайских органных дней И когда вот мы это внедрили Что действительно в маленьких местах В маленьких городах Тоже идет высокое искусство И люди таким образом просвещаются Приобщаются И что-то для себя новое узнают Да, это фестиваль Который организует Лариса Царькова Летом В течение Несколько месяцев И к вам Помимо того, что Органисты местные Также вы еще и приглашаете кого-то Из России Из-за рубежа Фестиваль замечательный Это вот прям в целое лето проходит Или пару месяцев Это у нас проходит в основном в июле Да, и мы очень рады Что вы тоже у нас на закрытии играли Это было просто тогда классно Это очень здорово было И сколько лет у вас проводится Это фестиваль уже В прошлом году у нас был юбилей Десять лет Десять лет, да Ну и как вы чувствуете Удается ли ваша миссия О том, чтобы приобщать публику И чтобы они могли сравнивать И уже обсуждать произведения Которые они слышали Да Да, потому что действительно Подходит после концертов Во-первых, спрашивают Когда будет следующий раз Когда вы опять к нам приедете И вот мы помним В прошлом году была такая девочка Она играла Вот так-то и так-то А она еще к нам приедет В общем, запоминают уже Вспоминают Пьесу узнают Какие-то некоторые Которые, допустим, повторяются Узнают И интересуются очень живо Если какая-то современная музыка Или что-то очень понравилось Идут наверх, спрашивают Что это такое было Записывают прямо в блокноте Да Так что И что особенно радует Особенно для небольших поселков И небольших городов Что люди после концерта Открывают для себя Орган заново Очень часто говорят Что мы даже не думали Что орган может так звучать Это значит Что в руках профессионального органиста Даже маленький инструмент Может показать Очень большое богатство красок Чем мы и занимаемся И это очень важно Потому что Не каждая церковь Может себе позволить Профессионального органиста Очень часто Там просто играет человек Который знает ноты И просто что-то может сыграть Сопровождает службы Да И поэтому Обычно органисты местные Тоже приходят на наши концерты И мы по мере сил Помогаем им Раскрыть Как-то Своё восприятие Это инструменты И найти какие-то новые краски Новые приёмы И очень бывает так Что через 2-3 года Возвращаешься на определённое место И они говорят Да, вот наш органист Уже так Уже играет Почти как вы Так смешно становится Но действительно Это значит Что человек развивается Это самое главное Что появляется Интерес и мотивация Если у нас есть Интерес и мотивация То мы можем достигнуть Очень-очень многого Ну вот, кстати Если говорить о театрах О том, куда Студенты рвутся в колледжи Получают бесплатные контрамарки Или за какие-то Небольшие деньги Как вот во времена Ларести Это было 50 центов Сантимов, да Сантимов тогда были Да, да Так вот, сегодня 26 февраля В 19 часов В оперном театре выступает Прекрасная сопрано Юлия Васильева В постановке Травиата Джузеппе Верди И мы уже неоднократно Разговаривали Юлия бывала у нас В студии Это и прекрасная постановка Я сама была Очень рекомендую Нашим слушателям Посмотреть Послушать Да, это Это вечер не пройдет даром Если вы послушаете Травиату в Латвийском оперном театре В Доме Москвы Приглашает театр поэзии и музыки Рустема Гальча Из Нью-Йорка И Международный центр талантов Галина Полторак И вот Рустем Гальч подготовил программу К 150-летию Ивана Алексеевича Бунина Программа называется В Париже Это музыкально-литературный спектакль По рассказам Ивана Алексеевича А также там будет музыкальное сопровождение Певицы из Казани Это Юлия Зиганшина И аккомпанемент пианиста Константина Мулина Это в Доме Москвы сегодня Завтра, 27 февраля Открываются дни Михаила Казинника в Риге И о них более подробно будем разговаривать После небольшой рекламной паузы Потому что в них и Лариса принимала участие Неоднократно и я принимала участие Это такое небольшое Небольшое, но крайне Интенсивное Не сказать, что фестиваль Именно дни Казинника в Риге И которые порадуют самыми разнообразными концертами Программами и в церквах И в концертных залах И к этому как раз вернемся После небольшой паузы А в гостях у нас замечательная органистка Лариса Царькова Которая нам также расскажет еще дальше О тонкостях органа Где она вступала И интересные вещи из своей жизни Продолжаем нашу передачу Культурная среда И в гостях у нас Лариса Царькова Которая хотела бы поделить Своими впечатлениями О большом музыкальном призе Да, как мы все знаем Что в классической академической музыке Каждый год присуждаются Лейла Музик из Балова По разным категориям И я очень-очень рада Что вчера В категории Лучшая работа в ансамбле Этот приз получил Айгар Срейенис Один из самых По моему мнению Лучших органистов Латвии Музыкальный директор Домского собора Потрясающий импровизатор Певец Дирижер Ну в общем Удивительная одаренность И человек И как человек Очень хороший И он получил этот приз Я рада, что я угадала Что именно он его получит А также была категория Новый художник Молодой художник года Молодой музыкант года Так точнее перевести И я очень рада Что на ней Были номинированы Девушка из Резыкны Моя коллега Замечательный сопран Илза Гревелла И сексофонист Айгар Срауман И был номинирован С которым мы Как раз таки В вашем цикле концертов Участвовали И опять-таки рада Что я угадала Что именно Айгарс Получит этот приз Потому что Он действительно Неординарная личность Он не только сексофонист Он еще и композитор А сейчас он учится За рубежом В рамках Разума с программой Так он осваивает орган И кантелы И поет В общем Абсолютно разносторонний человек Который считает Что действительно Если ты музыкант Ты обязан Не только технически Освоить свой инструмент Но как можно Больше впечатлений Передать И через свое искусство Разговаривать с людьми Донося до них Глубину музыки И того Что хотел сказать композитор И также За концерт года Получила Большой музыкальный приз Тоже Органистка из Латгалии Самая знаменитая Наша органистка Это Ивета Абкална Так что я очень рада Что Органисты Начали получать Большой музыкальный приз Потому что До этого У нас была Ивета Абкална Кристина Дамайта Потом была Талли Валдис Дексни С моей профессором Потом опять Ивета Абкална Потом Кристина Дамайта А теперь практически Почти каждый год Они номинируются Это уже прогресс И уже Все чаще получают Я очень рада Что наконец-таки Заметили Что орган Это тоже Полноценный Концертный инструмент И музыкальные открытия Могут происходить Не только На сцене оперы Или гильдии Или еще где-то Но также И В Домском соборе Что наконец-таки Жюри Открыла дорогу В Домский собор Я очень рада Этому Ну кстати Наверное Это также И заслуга Игорь Сарейниса Потому что Он стал Музыкальным директором И концертные программы Изменились И Политика изменилась Да Это очень хорошо И потому что Да действительно Если Такого масштаба Музыкальный центр Как Рижский Домский собор Это все-таки Культурный масштаб Центр На всю Европу В принципе Действительно На должности музыкального директора Должен стоять Именно музыкант Потому что Административную работу Может сделать любой человек Почти более-менее А именно Политику Репертуарную И как Презентовать Собор Как презентовать Орган И реально Оценить качество Исполняемой музыки Может только музыкант Именно органист И я очень рада Причем Он ориентируется Также замечательно И в хоровой музыке Поскольку Долгие годы Работал солистом Радиохора Поэтому Мне кажется Он на своем месте И Европа И Латвия И Балтика Вообще Выиграла от этого Значения Вот так кстати По поводу Эразмуса То есть Вы сказали Что сейчас Айгас Рауманис Уехала А приезжает ли кто-нибудь По Эразмусу В Латвию Да Я сейчас Как бы в Академию Какое-то время Не заходила Но вот На прошлой неделе Зашла И очень много Лиц Не наших И я в принципе Рада этому Потому что Это другие культуры Это какой-то Другой опыт Это хорошо И для них И для нас Единственное Что бывает Конечно Особенно Что касается Восточных стран Что немножко Не совпадает Насколько я поняла Из разговора с профессором Эти программы И установки Какие-то дисциплины Теоретически В некоторых странах Как бы практически нет Они в основном Играют только Ну практическую вещь Как бы игра В основном идет И тогда достаточно Сложно этим студентам Адаптироваться Но поскольку Они очень умные Все они быстренько Схватывают суть дела И начинают усиленно Заниматься Сольфеджио-теорией И тогда конечно У них гораздо легче Идет Потому что я Допустим Ну вот честно Не совсем представляю Как можно освоить Какой-то Этюд Шопена Или Скрябина Если ты не совсем Ориентируешься В гармонии Там по одной нотке Собрать эти аккорды Достаточно сложно Мне так кажется Ну как Это все равно Там идет более Немножко по-другому Все-таки То есть например Вот как импровизировать Без знания Теории гармонии Это да А вот играть На фортепиано На скрипке Без углубленного Знания гармонии Наверное можно Ну наверное Я как бы Такой опыт не пережила Но в любом случае Это достаточно интересно Как бы посмотреть Как в других странах Решаются подобные вопросы Может быть что-то Можно и перенять Потому что когда я помню Мы как раз обучались В московской консерватории И приезжали Ну конечно не по Эразмусу А просто приезжали Обучаться Например Из Кипра Уже ставший известным Дирижером Алексея Галея Он и пианист И он рассказывал Как у них У них не было Ни теории Ни гармонии И музыкальная литература Когда мы Например писали Притом Они писали Тоже какие-то научные работы Но это все Всегда были рефераты То есть компиляции Имеющегося материала А у нас это всегда Были научные работы Он сказал Что конечно У них даже теоретики Не пишут Такие серьезные работы Как на некоторых Других наших кафедрах Ну дорогие друзья 27 февраля Начинаются дни Казинника Михаил Казинник Это выдающийся Музыкальный деятель Просветитель Скрипач Музыкальный теоретик Музыкальный педагог Написавший уже Несколько книг И его концерт Это всегда конечно Интересный опыт Узнать В неформальной обстановке И Можно сказать Даже неформальным языком Очень много Интересных музыкальных фактов И Конечно Это большой просветитель Потому что После его концертов Это всегда Монологи Музыки там Не всегда Много И как правило Она проходит Потом просто В конце Чтобы музыканты Которые готовили Свои выступления Могли все-таки Это исполнить И всегда конечно Он рассказывает Очень много Интересных фактов И заражает Заражает Своей энергией Своей любовью К музыке Многих И многих слушателей Конечно Не всегда Это бесспорно Я помню На одном концерте Как раз Первый концерт В Риге Я принимала Участие В его проектах В Москве И как раз Когда он Приехал Приехал сюда Меня Галина Полторак Пригласила Принять участие В первом его концерте Это было Как раз Церковь Святого Павла Где потом Я проработала Более пяти лет И было очень интересно Как он Иногда Некоторые факты Для того Чтобы Создать Еще более яркую Какую-то Мистическую Картину Начинать Иногда Немножечко Импровизировать И сочинять Когда он Сказал Что В 1685 году Родились И Бах И Гендель И Вивальди У меня как раз Ассистировала Известная Органистка Кристина Адамайте Она Педагог В Академии Музыки И Еще преподавала В те времена В Академии Лютера Она аж Подпрыгнула На месте Потому что Она как бы Специалист Она знает О том Что Она тут же Стала искать В каком году Родился Вивальди Потому что Конечно Он родился Не так же Как Бах И вот В этом Конечно Есть Сложности Когда Профессиональные Музыканты Профессиональные Музыковеды Они скептически Относятся К лекциям Михаила Семеновича Казинника Но в то же время Я вот как раз Очень люблю его лекции Потому что я понимаю Что это Не так важно Да Может быть Да Там Вивальди Родился на три Родился на три года Позже Вот Но он создал Такую интересную Мистическую линию И я помню Что выходили Многие мои знакомые После этого концерта И они Очень много Стали открывать И читать Биографию Вивальди Генделя и Баха Мне кажется Что это именно то К чему надо стремиться Когда После интересного Концерта После интересной лекции Слушатели Не останавливаются На постигнутом Но услышанном Им тут же хочется Еще укрепить И углубить Свои знания И вот именно Это происходит После каждого Его концерта После каждого То есть Может быть Кто-нибудь Точно так же Полезет в интернет Проверит Действительно ли Вивальди Родился в 1685 году Или в другом И еще зацепится За какую-то другую Информацию А кто-то просто Захочет Действительно Узнать Много-много Нового Вот 27 февраля В Малой Гильдии Открытие Дней Казинника И концерт Посвящения Чайковскому Там будут Арии Романсы Пьесы для фортепиано Скрипки И фортепиано И как раз Выступает Сопрано На который Я приглашала вас Сегодня на травиату Это Юлия Васильева Сопрано Латвийского Национального Оперного Театра Артем Сафронов Тенор Также Этого Театра Станислав Соловьев Фортепиано Из Санкт-Петербурга И Данис Медяник Скрипка Ганновер Вообще В принципе Можно сказать Что у Михаила Семеновича Уже сформировался Такой Пул Музыкантов Которых Приглашает Он Или его Продюсер Галин Полторак На концерты И их Постоянно Можно услышать Именно В его проектах Ну и кстати Наша Сегодняшняя Гость Лариса Царькова В концертах Которые Проводились В церкви В Тарникан Из года в год Принимала Участие И вот Лариса Расскажите О вашем Впечатлении От этих Концертах Там Также Принимала Участие Ингуна Гринберга Я перепутала Все И Она как раз Прекрасный Импровизатор А вы у нас Прекрасный Интерпретатор Что удавалось Сыграть С Михаилом Семеновичем Ведь он Тоже Очень Всегда Тщательно Выбирал Программу Что Играют В его Концертах Ну Наше Сотрудничество Было Такое Что Я Присылал Он Присылал Мне Идею Концерта Я Присылала То Что Композитор Присылал Которые Желательно Были Я просто Присылала Список Репертуара Которые У меня Есть И Соответственно Он Выбирал Что Ему Для его Концепта Лучше Подходит И Да Эти Концерты Действительно Оставляют Большое Впечатление Не только На Слушателей Но и На самих Музыкантов Ну Признаюсь Что Первый раз Когда я попала В Сие Действу Я так Была Немножко Шокирована Но Потом Я поняла Что Наверное Вот этот Формат Мистерии Каких-то Преувеличения Черного Белого Сгущения Красок Драматизма И Достаточно Большая Доза Театральности В принципе Это то Что нужно Чтобы снять Налет Такого Сейчас скажу Ужасное слово Нафталина С академической Музыки Которая у Простого Человека Кажется Ну Если Это Классическая Музыка Это Определенно Будет Скучно Нет У Казиника Не скучно Это Он Как-то Умеет Подать Материал Так Что Ты Действительно С интересом Следишь За всеми Перепетиями Развитиями Сюжета И эти Произведения Которые Конечно Редко Которые Исполняются В полном Объеме Какие-то Фрагменты Но они Органично Вплетены В эту Общую Драматургию И действительно Концерт Слышается И переживается Именно Сопереживается На одном Дыхании В принципе Мне очень Понравилось И именно Это Баланс Между Словом Словом И музыкой Словом И театром И исполнительством И импровизацией Поскольку импровизирует Он тоже импровизирует По ходу действия Это тоже заметно И в принципе Это только Добавляет живости Во все это Действо И плюс еще То, что Музыканты Тоже В каком-то мере Импровизируют И создают Какие-то Интересные Такие компиляции Да Какие-то Как папури Даже может быть Да Один-така пьеса У нас была в конце Там Деньгуна Участвовала Там реально было папури Смешение стилей Смешение пьес Смешение характера И в самом конце Но это действительно Создало такой эффект Что как будто Вот вся вот жизнь Пронеслась между нами За эти пять минут В конце Да Мне очень понравилась Такая идея Ну кстати Вы очень любите Исполнять современную музыку И вот насколько я знаю Ваш любимый композитор Оливье Мессиан Французский композитор Когда-нибудь Михаил Семенович Выбирал Современную музыку Для своих программ Была идея Взять явление Предвещенной церкви Мессиана Но в конце Получилось так Что метраж концерта Был слишком большой И он Выбрал в пользу Соль минорной фантазии Баха Потому что она все-таки Покороче И там больше Что происходит Но именно фантазия Фуга не была Именно фантазия Потому что там Как бы для его концепции Это больше подходило У него там была Дьявольская и божественная Как бы и Мессиан И это очень хорошо Пошло бы вместе Но метраж Есть метраж Ну да Как раз это действительно Всегда импровизация концерта Потому что Генеральная репетиция Это он же концерт И музыканты находятся Иногда немного В таком Тревожном режиме Ожидания Потому что они не знают Что именно они В этот момент Будут играть И для органиста Это особенно сложно Потому что Нужно подготовить Регистровки И То есть Как бы Если еще скрипачу Который знает Весь текст Наизусть Просто Наверное Не так просто Поменять Порядок Произведений То с органистами Это конечно Гораз сложнее Конечно Если бы Михаил Семенович Делал такую импровизацию В Домском соборе Я даже Сомневаюсь Наверное Только Ингуна Геленберга И согласилась бы Играть Потому что Это действительно Всегда стресс Регистровки Иногда уходят У нас целая минута На то Чтобы настроить Эти 126 регистров А например Ты настроила Тебе сказали Что ты сейчас играешь Не Мессиана Играешь Баха Это конечно Было бы Большой-большой удар На той регистровке Которую ты подготовила Для Мессиана Баха Сложно Мне нравится В Аглоне В Белом Зале Он такой небольшой Из Германии Они приведенный Мне оба Два мануала Маленький Но мне нравится Очень нравится В принципе Я могу сказать Что мне Любой орган нравится Потому что Они все настолько разные И ты приходишь К нему Как к живому человеку Ты начинаешь разговор И у вас что-то получается Вы сейчас совмещаете Концертную практику И педагогическую Да То есть уже Церковную службу Вы оставили То есть вы уже Не играете на службах Я замещаюсь сейчас Замещаюсь Да Поскольку у нас Все-таки нехватка органистов И когда кто-то Куда-то не попадает То обычно звонят мне И по лютеранским общинам Я достаточно И англиканским Я замещаю Достаточно так Часто Понятно Но А нет ли такого Дефицита Потому что органисты Это те Музыканты Которые всегда говорят Что Это мой орган Приходит в церковь Служить Для того Чтобы сопровождать службы И орган Сразу становится его Он туда Не пускает никого Как правило Если это не Домский собор Вот И часто бывает Что Действительно Орган становится органиста А вот вы Как вы сейчас Без органа Ну во-первых Я с органом Ну у вас дома орган Да Да я с органом Да Но все-таки Вот у вас же нет Теперь своего места Где вы можете Постоянно заниматься Постоянно играть Ну я постоянно Занимаюсь У себя дома Чуть черную работу Я делаю себя дома Потом Если мы органисты Дружим между собой То всегда можно найти варианты Варианты можно найти И конкретной программе Конкретной церкви Всегда естественно Выписываются Времена Для репетиции И этого Если ты знаешь материал Если ты знаешь орган Ну в принципе я все органы Риги знаю То этого вполне достаточно Потому что Я как-то не вижу смысла Ходить в церковь И мучить 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 живой организм Живой орган Собиранием Бемоли с диезами И рукой с ногами Это делается дома Все-таки Мне так кажется Ну не каждый органист Может похвастаться Органом дома Это действительно Дорогостоящее Приобретение И то есть Если например Когда скрипачи Приобретают инструмент Или Виолончелисты Они этот инструмент Уже и демонстрируют Публике Да То мы конечно Покупаем так называемые Тренажеры На которых нам надо Просто заниматься Да То есть у вас Какой ваш инструмент На котором вы занимаетесь дома У меня Трехмунальный Еханус стоит И дигитальный Как бы нового поколения Ну Я хочу развеять миф о том Что это дорого Нет Это недорого Если тебе Если ты его воспринимаешь Действительно Как инструмент Для черной работы Можно купить И достаточно недорогие Окей А он тебе прослужит Где-то Может быть лет 5-6 Но он Ты его Можно достать На любую цену На любой кошелек Так что Это в принципе достаточно Это не оправдание Для органиста Если ему негде заниматься Скажем так То ищет Тот всегда найдет И находит возможность Ну что Все равно органисты Это одни из самых Извините Бедных музыкантов То есть Например Это так же и в Латвии Так же особенно в России Самые низкие гонорары Это органисты То есть даже бывает Договариваются со мной Вот сейчас вот недавно В Самаре О гастролях И мне сразу говорят Что да У певицы будет гонорар Минимум в 2-3 раза больше Чем у органиста И я понимаю Что это такая вот норма Конечно В Домском соборе Это единственное место Где органистов К органистам Другое отношение И когда играют Например Три музыканта Например Два солиста И органист То это единственное место Где органист Получит больше Потому что он играет Весь концерт А скрипач Например Скрипач Или виолончелист Играет там Часть концерта И это вот Действительно Для меня Было очень радостно Увидеть такое Потому что Даже я сама Как организатор Органных вечеров Кускова Сама грешу этим Я понимаю Что Я вижу Что скрипачи За такие деньги Играть не будут Но органисты играют И вот Это конечно Нам то Что нужно самим Тоже менять Органистам Потому что Многие до сих пор Еще считают Что да Это Ну да Ну что делать Вот играть бесплатно Но бесплатно Могут играть Только студенты Бесплатно могут играть Те люди Бывшие студенты Недавние В течение одного Двух лет Но потом Все равно Музыканты Это тоже самое Органисты То есть Знаете Мне кажется Это уже устаревшая Формулировка Что артист Должен быть голодным Это имелось ввиду Только в том случае Что сыграть концерт Вот именно Сейчас Но после концерта Им обязательно нужно покушать Кстати В Домском соборе Прекрасный концертный цикл Зимняя камерная музыка 2020 И в этот раз Выступает Упоминаемый В нашей программе Айгерс Рейнис И представит Очень интересную программу С барочными Исполнителями Виталий Шестаков Барочная скрипка Его супруга Ласма Мелдера Шестакова Опять-таки Барочная скрипка Еще будет Барочный фагот И это Рожерио Гонсалес Из Швеции И на органе Позитиве Будет выступать Айгерс Рейнис Дело в том Что каждый март Орган Домского собора Закрывается на Реставрацию Реконструкцию И в течение этого времени Хотя орган молчит Концерты продолжаются И это всегда Камерная музыка И вот на мой взгляд Очень интересная программа Потому что это будет Музыка Испании И Италии Это в эту пятницу 29 февраля В 19.00 И на органе Будет солировать Директор Домского собора Айгерс Рейнис Который сейчас как раз Получил премию Большого музыкального приза Как тоже в камерном ансамбле Да, именно за работу В камерном ансамбле Я бы еще хотела добавить Что в этом году Новшество такое Что этот зимний цикл Камерной музыки Происходит не в большом зале Собора А в маленьком зале Капитола Там потрясающая акустика И теплее И в принципе для камерной музыки Именно то, что надо Потому что я очень советую Прийти на этот концерт И послушать именно В камерном зале Потому что там замечательно Можно расслышать Все инструменты Что может быть В большой акустике Домского Немножко теряется Именно камерное музицирование Там надо знать Где сидеть Чтобы все прочувствовать А в зале Капитола Просто идеальные условия И да Так что я всем советую Это первый раз Такое происходит Обычно Все это было в большом зале Да Это вот как раз Будет концерт В пятницу 29 февраля В этот же день Продолжаются Дни Казинника Михаила Казинника И молодые таланты Из Цюриха и Ганновера 29 февраля 18.00 В реформаторской церкви Скрипачи Илва Эйгус Ей всего 12 лет Друзья Данис Медяник Это уже постоянный участник Проекта Михаила Семеновича Казинника А также Станислав Соловьев Фортепиано Санкт-Петербург И в программе Там у них Чайковский Сен-Санс Масне Брамс Шассон В общем там Музыка для души И сердца Красота В этот же день 29 февраля В большой гильдии После трехлетнего перерыва Возвращается Великолепный гитарист Доминик Миллер Со своей новой программой Апсент И мне кажется Что тоже очень интересно Послушать Гитара И яркий гитарист В общем Выбирайте Уже три концерта У нас так часто В Риге бывает Что то густо То пусто Три и пять концертов В один день А потом тишина И вот кстати 7 марта Куда Где будет выступать Лариса Царькова С прекрасным Барочным сопрано Монте Мартинсоны И программа у них Будет называться Королевская барокко Известные арии Генделя Баха Прозвучат В англиканской церкви В 19.00 И в этот же день Кстати Артисима И Инна Давыдова Приглашают На концерт Великолепной пианистки Из Москвы Варвары Мехковой Она окончила У гениального Профессора Кноры В Академии Гнесиных И у нее в программе Бах и Шопен Вот видите Бах у нас Не только на органе Любят играть Но он также И на фортепиано И вот Варвара Мехкова Будет играть В зале Артисима 7 марта А также 7 марта Лариса Царькова И Монте Мартинсоны У вас уже Сложившийся дуэт Да Вы часто Много выступаете Да И именно Монте Так понимают Именно Специализируются На старинной музыке Монте Вообще Достаточно Разноплановый музыкант Она поет Разнообразный Репертуар Но вот Сейчас она поступила В магистратуру На старинную музыку К маэстро Марису Купчу И сейчас Конечно идет Специализация Вот именно Барок И старинная музыка Но также Монте Достаточно Известный Специалист По современной музыке Очень часто Я приглашаю С мастер-классами По странам Европы Потому что Она и в студенческие годы И сейчас Активно занимается Именно вот этими ужасами Которые пишут Современные композиторы Где надо уметь попасть Сложная ритмика Сложная интонация Сложные характеры И она со всем этим справляется И умеет объяснить другим Что очень важно Ну значит Мы в скором времени Услышим В вашем В вашем дуэте Еще Я не знаю Писал ли Мессиан Для сопрано И органа Но действительно Написано Огромное количество музыки Которую вокалисты Конечно Вокалисты оперных театров Обходят стороной Она сложна Для исполнения Но тем не менее Монте Мартинсон Будет достаточно Традиционно И исполнит Как раз Самые популярные Арии Баха И Гендаля 7 марта Такой подарок К женскому дню 7 марта И более того Обе девушки Невероятно красивые Ларисы Царьковой И Монте Мартинсон И Англиканская церковь Позволит это увидеть Это одно из немногих мест Где музыканты Располагаются в церкви Непосредственно Перед слушателями И там Очень приятная Атмосфера И можно посмотреть Работу органиста И посмотреть Как выступают певцы Мне кажется Очень интересное место Камерный зал Всего на 120 мест Поэтому Количество мест Ограничено Ну так вот Друзья У нас сегодня Была в гостях Прекрасная Органистка Лариса Царькова Я вас приглашаю Ходить на концерты Классической музыки Это всегда прекрасно До новых встреч